Культура Красноярия 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 «Новая звезда» — это всероссийский вокальный конкурс Такой телевизионный на федеральном канале, который уже не первый год идет И он очень популярен, хочется отметить, среди вокалистов, среди артистов Особенность этого конкурса в том, что принимают в нем участие все 85 регионов нашей необъятной родины Мне посчастливилось, я второй раз подала заявку на этот конкурс Первый раз я подавала, ну так получилось, что звезды не сошлись благоприятным для меня образом И, в общем-то, меня не отобрали от Красноярского края Но во второй раз я выстрелила в точку И уже меня пригласили, позвонили Совершенно для меня это было неожиданно Поскольку так сложились мои личные обстоятельства, что у меня поменялся номер телефона к тому моменту Поменялись все соцсети, адрес почты, электронный И вообще удивительным образом они меня нашли Когда они мне позвонили, я крайне была удивлена И я считаю, что это знак свыше, конечно, я не могла не поехать Это съемки, и нас сразу предупредили, что не будет никаких досъемок, пересъемок То есть мы снимаем здесь и сейчас И вот как получается, чтобы все честно, это конкурс И поэтому, конечно, было страшно, что вот сейчас вот на один раз мы идем, да Исправить потом ничего уже нельзя будет Специально для меня, какую песню я исполняла, я не могу говорить, к сожалению Могу лишь сказать, что эта песня одной из моих любимых исполнительниц Мне повезло в этом плане Но песня зазвучит по-другому Выпуски проекта выйдут в апреле Я не знаю пока еще, к сожалению, точной даты своей передачи То есть всего будет 8 передач, и в какой-то из них я появлюсь Но как только мне будет это известно, я, конечно же, в своих социальных сетях об этом сообщу Что интересно, после того, как пройдет выпуск с моим участием Сразу же откроется смс-голосование Оно продлится ровно сутки, только лишь сутки Когда край, мои любимые зрители, поклонники моего творчества Смогут меня поддержать, сбросив смс за меня И вот уже впоследствии того, кого выберут зрители, мы поймем Кто все-таки попадает в финал Я очень хочу, чтобы Красноярский край прошел финал Мы достойны, мы огромный край Поэтому я в нас во всех верю 19 марта в Красноярской краевой филармонии пройдет концерт Два гения русской симфонической музыки Красноярский академический симфонический оркестр Исполнит произведения великих композиторов Рахманинова и Чайковского Последний оценил дарование молодого таланта на экзамене в Московской консерватории Он к высшей оценке 5 с плюсом прибавил еще 3 плюса Сверху, сбоку и снизу На события можно попасть по Пушкинской карте В музее Ряузова продолжает работу выставка «Мечты о доме» Это фантазийные образы художниц Елены Красновой и Вероники Резинкиной В экспозиции более 70 работ, живописных картин и керамических изделий Которые по-своему раскрывают образ дома Будь то деревенская лачуга, множество соседей Или целая улица деревянных домишек Приходите помечтать и немного поностальгировать А также пройти мастер-классы в разных техниках Подробности в соцсетях музея Котик музея из Краевеческого Зовет юных жителей города на чаепитие к бабушке Федоре От которой ушла вся посуда Гостям предстоит найти и вернуть все назад А саму Федору научить ухаживать за домашней утварью Малышня будет в восторге и узнает много нового Не забудьте заранее записаться 2022 объявлен годом народного искусства И нематериального культурного наследия народов России Наша страна богата не только полезными ископаемыми, но и людьми Каждый из них хранит свои культурные и творческие секреты Которыми с большим удовольствием готов делиться с каждым Испокон веков люди в быту применяли материалы, которые их окружали То есть это глина, это береста, это дерево Береста берется с березы Береза растет повсеместно Береста это верхний слой коры березы То есть под берестой еще слой коры, луп Который, когда снимаешь бересту, он остается и дерево не гибнет Это очень важно Многие знают такие изделия из бересты Как, допустим, туиса, какие-то короба Но мало кто знает, что на охоте, на рыбалке Делали берестяные лодки, берестяные снасти для рыбной ловли Которые не тонули и хранились долго, не гнили А кузова вообще интересные делали раньше Для каждого человека свой кузов То есть надо было кузов сплести и одеть на плечи Береста запоминает форму спины То есть у каждого человека был свой кузовок Ну и, естественно, и детям тоже предназначался На их спинке Такой материал, который можно всегда добыть В творчестве прикладном, декоративно-прикладном Я считаю, сейчас идет возрождение этого материала Потому что мы немножко отошли от своих корней В какое-то время У многих дома сохранились какие-то старые-старые туиса Вот у меня у самой есть туис старинный Он уже обрезан, он уже черный Но я не могу с ним расстаться Потому что это история, это память Для меня это очень ценно И сделан он без декоративности, без всяких Но он для меня очень дорог Как история И это только наш первый материал о различных народных искусствах За подробностями, как всегда, следите на нашем портале Если не успели побывать на уже втором концерте Теодора Курензисов В Красноярске, то смотрите фотографии с редкого события Отличная новость для преподавателей музыки В России учредили денежные премии Можно будет получить сразу миллион Еще для всех и каждого готовим крутые гиды по интересным событиям Помните, нас можно читать, смотреть и слушать Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых культурных событий региона До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова